Все подмосковные школы проверят после нападения на гимназию 175 в Казани. Такое распоряжение дал губернатор Андрей Воробьев. Дополнительно будут проверены все школы на соблюдение мер по антитеррористической защищенности. Комплексные проверки уже проводятся сотрудниками Росгвардии, в том числе и в мытищинских школах. Крупный пожар, в котором погибли пять человек, произошел 7 мая. На улице Третья, Новая, взорвался сварочный цех на втором этаже частного автосервиса. Еще один пострадавший находится в больнице с ожогами. Взрыв, после которого начался пожар, прогремел около шести вечера. В кратчайшие сроки шесть пожарных расчетов прибыли на место происшествия. Одновременно с сушением пожара началась работа по оцеплению территории и эвакуация газовых баллонов, которые находились в горящих цехах. Причина пожара устанавливается Следственным комитетом. Назначена пожарно-техническая экспертиза. В мытищах завершился отопительный сезон. Для тех потребителей, которые выразят желание его продолжить, есть возможность подавать теплоноситель и дальше. Для этого необходимо принять решение на общем собрании и подать заявку в свою управляющую компанию. С 20 мая начнется плановое отключение горячей воды для проведения профилактических работ. Ознакомиться с графиком отключения можно на сайте акционерного общества «Матищинская теплосеть». Этим летом в оздоровительных лагерях на базе школы и в санаторных учреждениях отдохнут 17 тысяч мытищинских детей. Об этом говорили участники Координационного совета в администрации округа. 1 июня откроются 17 лагерей дневного пребывания на базе общеобразовательных школ. На заседании Координационного совета обсудили готовность лагерей, насколько в них соблюдаются требования Роспотребнадзора и как донести информацию до родителей еще до начала летней оздоровительной кампании. Важно, чтобы при выборе детского лагеря мама и папа обращали внимание на наличие сопроводительных документов. Для удобства родители работают интернет-ресурсы, на которых можно проверить всю нужную информацию. Один из них – детский отдых в Подмосковье. Студенты машиностроительного колледжа посетили испытательный центр Матищинского научно-исследовательского института радиоизмерительных приборах. В цехах и лабораториях студентов ознакомились с принципами работы машин, участвующих в исследованиях. Климат-контроль, механические воздействия, комбинированные испытания. Становление будущих кадров для института – один из ключевых вопросов. Учреждение сотрудничает со многими техническими колледжами и вузами. Танцевальный коллектив «Веснушки» успешно завершил этот год. В Дворце культуры Яуса состоялся отчетный концерт. Основатель и руководитель танцевального коллектива – профессиональный хореограф Инна Павличенко. Под ее наставничеством более 70 юных мытищинцев делают первые шаги в народном и эстрадном танцах. Артисты не раз были первыми на региональных, всероссийских и международных фестивалях и конкурсах. Восемь лет назад коллектив признали образцовым. В следующем году веснушки отметят 20-летие.